Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья, и хочется начать сегодняшнее утро со стихов. Жил на свете мальчик Петя, мальчик Петя Пинчиков, и сказал он, тетя, тетя, дайте тетя блинчиков, но сказала тетя Петя, Петя, Петя Пинчиков, не люблю я, когда дети очень клянчут блинчиков. И неспроста, дорогие друзья, я сегодня начал с Даниила Хармса, потому что у нас в гостях детский писатель Андрей Усачев, который как раз и начинал свое увлечение детской литературы с Даниила Хармса. Все правду. Андрей, а можно мы будем с тобой на «ты», потому что мы знакомы уже давно. И я знаю, ведь ты начинал с Хармса, и это именно, наверное, твой путь в литературу. В общем, да, но, как мне, питерские люди иногда бывают очень ревнивые и сказали, «Хармс — это наш, зачем вы, москвичи, под Хармса работаете?» Так что Хармс в моей жизни сыграл, я по нему писал диплом, между прочим, у меня был серьезный диплом поэтика детских стихов Даниила Хармса. А что вот, я не знаю, должен делать такого детский писатель особенного, чтобы понравиться детям? Ведь это же очень сложно писать детские стихи. Я не знаю, насколько сложно, да, вот мне, например, очень сложно писать детективы. Я вот с ужасом думаю, если бы мне, так сказать, заказали детектив. А кому-то сложно детские писатели. Это же момент предрасположенности. Чтобы быть детским писателем, ну, во-первых, надо все-таки в достаточной степени быть жизнерадостным, да, до сих пор еще верить. Мне спрашивают, вы правда верите в Деда Мороза? Я говорю, правда. Я не просто говорю, я действительно верю, потому что жизнь, она и так угнетает людей. Ну, в детстве-то надо хотя бы дать тот запас прочности, здоровья духовного, вот, с которым человек пойдет по жизни, а дальше уже будут всякие Евгения Негины, будут там женщин класть на рельсы, будут герои погибать. А мы должны... Женщины сами, сами на рельсы. Мы не кладем их, они сами. Да, 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 да. Вот. А я думаю, что вот это самое главное, конечно, самому не терять какого-то оптимизма и давать его детям. А вот те, кто уходит из этой, как теперь говорят, парадигмы, да, ну, вот он становится взрослым. Ну, что с ними поделаешь, с этими взрослыми людьми? А какие книги ты тогда в детстве читал? Я что-то стал вспоминать детство, а я ребенком стихов-то не любил. Мальчишки-то вообще не сказки больше любят. Как-то я стихи и не читал. Вот правда, знаете, я тут задумался, а что я читал в детстве? Приключенческая литература, естественно, про индейцев. Про мушкетеров. Про пиратов. Ну, нормальный. Саботиния. Нормальный мальчик рост. А мы же в детстве читаем не только детские книги. Есть понятие детская книга, да, или детская литература. Есть детское чтение, потому что мы знаем, что трех мушкетеров ни для каких детей не писали. Но это вошло в детское чтение так же, как Стивенсон, так же, как, кстати, у меня, впрочем, Александр Сергеевич Пушкин, да, который для детей не писал. Однако сказки его вполне понятны, доступны. А возьмем Шерлока Холмса. Ну, тоже же, да. А мы за поем читали. Ну, как мы и кино смотрели такое же. Тоже взрослые, так сказать, смотрели кино. Если оно нам было интересно и сюжетом, главное для ребенка сюжет, чтобы что-то происходило. А они там на 500 страниц, герой размышляет о чем-то. Дело в том, что детская литература вообще всегда, ребенок более динамичный. Пока мы только ложку поднесем, он уже там что-то все сделал. Уже тарелку поднесет к себе. И чтобы быть современным, а сейчас мир ускорился не только для детей, но и для взрослых, надо просто писать емче, короче, чтобы вот этих тягомотин всяких, описаний природы, я имею в виду приключенческую литературу, да? Ну, зачем вот описывать, как они едут по пампасам, какие там растения растут? Это сейчас все можно в интернете посмотреть. Поэтому это важно. Фабула. Сразу едут и на них нападают. Да и на них нападают. Ну, приблизительно так. Ну, вот у каждого же, наверное, писателя есть какой-то свой особый герой, как вот у киноактеров, я не знаю, свой какой-то образ, который они создали. Вот твой литературный герой, которого ты создал, это кто? Узнаваемый, популярный? Нет, популярных у меня, значит, вот просто уже, я думаю, что у меня будут их три. Ну, собачка Соня, это понятно. Да, это уже всенародная собака. Вот, а это Дед Мороз из Дед Морозовки. Вот, и все снеговички, вот это прямо какие-то любимцы. Кучу спектаклей ставят, дети сами снимают, что-то делают. И вот сейчас у меня третья, ну, как бы серия заканчивается, это «Приключения котобоя». Это про котов, брошенных, заброшенные деревни, каких много в нашей стране. А как рождается вот этот образ собачки, образ Деда Мороза из Дед Морозовки, этих снеговиков, про которых я тоже знаю, да, что они там у тебя все делают, эти снеговики? Я вообще недавно только понял такую вещь, которую надо было понять, может быть, лет 20, что вообще все о любви, да, все песни о любви, все сказки, все книги о любви. То есть то, что ты любишь, вот об этом и надо писать, и надо показывать. Но у собачки Сони был какой-то прообраз? Был, да. Это самый частый детский вопрос. А собачка Сони на самом деле была или нет? Да, это действительно моя собака. Я писал первую книжку в ее, в ее даже, хочется сказать, бытность. Я думаю, что вот любовь, она вознаграждается. Если раньше я собачку Соню кормил, то теперь собачка Соня кормит меня. Просто издается, издается. И более того, несколько дней назад я был в библиотеке в городе Зеленограде, где мы жили, вот, а у них серьезное намерение поставить ей памятник. Собачке Соне? Собачке Соне, да. Вот это будет, вот это здорово. Слушай, а вот как вот ты начал писать стихи? Через музыку. То есть самый главный жанр, вот, говорят, дети не читают в 8-м, 9-м, там, в 7-м классе. Да у них другой драйв. Они вообще от литературы уходят, у них на первое место уходит музыка. И у нас была группа, группа, которая называлась «Ключи». Я был барабанщиком. Естественно, мы все придумывали всякие разные песни. Вот надо было записывать. А теперь я вот даже точно знаю, кому надо сказать спасибо за то, что я вообще стал читать стихи, потому что я их не читал. Вот скажи сейчас, кому? Давиду Тухманову. Давид Тухманову создал великий альбом по волнам нашей памяти. И когда, ну мы же знали, тут слова Дербенева, тут слова этого, этого, а там какие-то странные фамилии, какие-то бодлеры, верлены, что это такое. И когда я залез туда, я понял, что поэзия – это не только стихи о паспорте. Я, как бы, про паспорт они тоже, наверное, хорошие. Но что есть какие-то, какие-то софо. И вот когда я открыл этот богатейший мир, вот тогда, и вот это через музыку. Вообще, так сказать, одно искусство помогает другому. Это нормально совершенно. Мы все рядом. А должен как-то вот писатель тестировать свои книги на детях? Вот ты на ком тестируешь? Вот ты написал книгу, придумал образ, все уже сделал. Вот кто первый твой читатель? Я. Правда? Нет, ну это, знаете, это как в том фильме. То есть ты садишься с карандашом. Это тренируйся на кошках. Дело в том, что во мне есть этот ребенок подвижный. Вот хочется и чудес хочется, и сюжета, и страха. Не понарошного, а чтобы это было все. И юмора хочется. Поэтому, если мне самому, я понимаю, что это... Ну, в общем, я грамотный ребенок, потому что... А детьми ничего нельзя не мерить. Ребенок человек без вкуса. У него еще вкус не выработался. Поэтому его можно насмешить хорошими стихами про Петю Блинчикова. Блинчикова. Да. И либо можно выйти на сцену, снять штаны. Тоже будут хохотать. Смешно. Ну, смешно, здорово. Вот, ну, поэтому ребенка легко обмануть. Ну, вот желательно не обманывать их. А детская литература и юмор, они вообще рядом? Они рядом. Практически все юмористы писали для детей. Возьмем Сашу Черного. Ну, много чего сейчас будем перечислять. Кого. Дело в том, что есть два принципа поэзии. Лирический, который усложняет. Всю поэзию. Да, он показывает многоцветие, неоднозначность красок. Думать нужно сразу. Вникать. Да, да. Переживать вместе. Да, да, да. А юмор и детская литература все упрощают. То есть это схема, да? То есть ты доводишь это. Поэтому смешное и детское, они очень близки. Это не обязательно, что детская литература должна быть смешной. Я говорю, вообще, сказать, понятие детской литературы, чтение это детское. Мы же читаем и не смешные вещи, но все равно она должна быть жизнерадостной. В ней должно быть то, чего в нашей взрослой литературе и вообще практически исчезло, то, что греки называли катарсис. А как литература все-таки вот, прежде всего, детская должна воспитывать? Ведь не только развлекать. Да, да. Ведь, наверное, все-таки у нее есть вот эта функция воспитательная. Ну, я могу сказать такую вещь даже вот. Скажи. Скажу. Скажи. Так и взрослая литература должна воспитывать. Вот и все. Все про детское, да. Потому что это все-таки восхождение наверх, да. Если мы говорим, что все о любви, да, то любовь, она вот, это самый главный воспитатель. Поэтому не только детская должна воспитывать, а взрослая должна развращать. Вспомнил один вопрос, по которому я тебе позвонил, наверное, года 3-4 назад. И спросил, а не рано ли слово о полку Игорева проходить в шестом классе, по-моему, или в седьмом? То есть, мне кажется, иногда вот есть маленькая такая история, что, может быть, вот ту же молодую гвардию, тот же разгром проходить в ранних классах, там все понятно, есть плохие, есть хорошие. Да, да. Потому что все-таки, и у них это должно быть, я понимаю, что нагрузка все равно нужна, но все равно нужно какое-то ощущение радости и понимания. А когда тебя там Достоевским стукнули по голове... В восьмом классе? Да, в восьмом классе, ну что это такое? Конечно. А почему вот в нашей литературе не получился слой Гарри Поттера? Дело в том, что Гарри Поттер очень рассчитанный герой, кстати, при всем при том. Потому что там все составляющие для успеха были какие? То есть писатель просчитал? Да, в каком-то смысле, я думаю, да, Джана Роллинг просчитала. Потому что, вот представьте себе, ребенок живет, да, у него там отчим какой-то или не отчим, просто папа пьет, да, и денег у них мало, а где-то какие-то ходят успешные, да, и вот это вот зависит. И вдруг ему говорят, а ты не просто мальчик, а ты у тебя, может быть, ты вообще-то в тебе заложен, да. И вот этот момент, вот этой сиротки, которая вдруг, да, становится, это, вот это мощнейший, собственно говоря, двигатель. Туда было вложено огромное количество денег в раскрутку, кино, да, и все. То есть поддержка просто идет. Колоссальная, да, потому что если бы такое количество денег тогда бы включалось, да хоть в Жабжабыча Сковородкина, да, Успенского, был бы, между прочим, и он бы потянул бы, так сказать, много чего другого. Ну, кстати, вот сейчас эти фильмы выходят, не знаю, какого качества, новый вид там, все-таки Чебурашку, да, его используют, но, наконец, коммерция проснулась и стала думать вообще, что брать. Теперь, я знаю, они трое из Простоквашина делают, да, так сказать, какой-то будет художественный фильм. А может быть, потрясающая книжка, а медийной поддержки нет, и дальше ничего не движется. Андрей, я вот знаю, что у тебя достаточно такая большая общественная жизнь, помимо вот литературы, да, книг, я помню фестивали русской сказки в Суздале, я знаю, что сейчас вот ГДОВ есть, Золотой Шуруп, вот как вообще вот фестивальная жизнь, она по-прежнему интересна, так скажем? Ну, я не на всех фестивалях бываю, к сожалению, Суздальский фестиваль, он, по-моему, канул в веках, да, 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 вот, а ГДОВ, это просто очень круто, по задумке придумал Золотой Шуруп, что дети сами снимают кино, и особенно это очень важно, ведь, ну, чтобы они не сидели просто так, да, потому что быть пассивным, все-таки детство – это активный возраст, когда мы в пассивах загоняем, это неправильно. Пусть он снимет, пусть он подумает, какую музыку туда поставить, пусть он снимется, и вот то, что вот есть чем детей занять в летние каникулы, а заодно и родители отдохнут, это прекрасно, я вот так говорю, просто не нарадуюсь на этот ГДОВский фестиваль, я уже, по-моему, третий год приезжал, если в следующем году позовут, я с удовольствием. А ты вот уже многие годы встречаешься с детьми, вот отличаются они, вот те дети, так скажем, 30-летней давности и нынешние дети, и чем отличаются? Вот по мне никак, по мне никак, те же самые, я говорю, очень простой пример, я читаю те же стихи, которые читал 40 лет назад, они в тех же самых местах смеются, тут они боятся, там они смеются, то есть у них все ровно то же самое. Единственное, что изменилось, они стали немножко посвободнее, если раньше там ребенок там руку боялся поднять, да как бы по ней не дали, вот, то теперь, если что, задаешь какой-то вопрос, который им интересен, там уже, я уже понимаю, что они подняли, если отвечать на все эти вопросы, то двух дней не хватит точно совершенно, вот в этом плане они, они, да, они стали раскрепощеннее, сейчас я придумал какую-то сказку, такой вариант африканской репки в шалаше у Баабаба, жили-были дед и баба, в огороде как-то раз посадил дед, значит, ананас, да, а какой-то мальчик понравился, качает унитаз, вот, причем, ну, посмеялись, да, да, потом я дальше читаю, когда они, а он опять, унитаз, и опять, и я понимаю, что все это уходит, ну, я там, я не буду рассказывать, как и этого мальчика немножечко, все-таки я постарше, я легко умел, и больше унитаз никто не кричал, все дружно кричали ананас. Андрей, а может быть тогда вот совет, как родителям заставить детей читать книги, я уж там и деньги предлагал, не действует. Ну, есть разные варианты, ну, во-первых, заставлять, конечно, можно, это вариант, ну, почему? Вот пока не прочтешь книгу, мы тебе завтрак не дадим, обед, ужин, то есть эта система работает, но она неправильна, потому что заставить любить, это тело такое неблагодарное, мне кажется. А есть другой вариант, мне говорили, что дети вечером не хотят ложиться спать, да, гаджеты у них там отбирают, и говорят, ты можешь не спать, пока ты читаешь. Не ложись, пожалуйста, читай. И он читает? И он читает, да. А, ну, я понимаю еще, почему они не читают. Практически потому же, что и взрослые. Вот взрослые тоже стали меньше читать. И тут какого-то я умного психолога слышал, и он сказал, смотрите, говорит, мы, говорит, после школы, ну, в наше поколение, мы бегали, там что-то делали, да, занимались не интеллектуальным трудом. Потом приходили, и уроки нам заходили, потому что голова была пустая. А тут, смотрите, он на переменах это смотрит, это смотрит, то есть у него 24, ну, или 16 часов подряд идет информация. И он уже даже нормальную информацию не воспринимает. Андрей, я понял, сейчас есть маленькая несправедливость. В гостях у меня писатель, замечательный писатель, как я уже говорил, а книг вроде как бы нет. Давай вот такой фокус. Я сейчас хлопну в ладоши, и у тебя окажутся книги. Ну, вот, раз уж книги в руках появились, тогда, если можно, вот, ну, чуть-чуть расскажи, вот, немножко про эти книги. Эта книжка называется «Каменная книга». Вот мы написали, у меня такой постоянный соавтор Галина Дятин, очень хороший поэт. Почему называется «Каменная»? Когда мы были в Магадане в музее и увидели срезы этих камней, а там потрясающее ольское месторождение агатов и всего прочего, и каждая эта картина просто. И я еще так вздохнул и сказал, думаю, вот иллюстрации к ней написанные книги. А у меня издатель сказал, говорит, а ты напиши стихи, и будет вот иллюстрация. И будет иллюстрация, мы просто покажем эти камни. Да, да, да. Вот если тут посмотреть внимательно, увидишь, что здесь два ежика, прямо с глазками, с носиком. Вот, там не только ежики, тут и фантасмагории всякие удивительные. Тут и дюймовочку можно найти, и рыбу, и каких-то странных, вот это называется, стоглазый амеб. Вот она, природа, что создаёт. Да, 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 это самый великий художник. Поэтому я говорю, художники, учитесь, учитесь художники у природы. Да, да. Так что вот такая вот... Давай я просто, чтобы тебе удобнее было, я подержу, а ты тогда продуваю книгу. Давай, да, давай, ну и ты подержишь, да, прикоснёшься к прекрасному. Я посмотрю картина, а тут вот что я смотрю как-то... А, это давняя книга, она просто имеет вид... А, это классная книга. А, ты видишь, ну я поэтому про неё рассказывать-то не буду, это русский музей для детей. Держите. Давайте. Так, и эта книжка «Волшебная Колыма», да, там у нас же в нашем застарелом уже мозгу Колыма это... Понятно. Да, это понятно. Красиво. Это понятно. Но на самом деле Колыма – потрясающе красивый край, я там уже много раз путешествовал, и вот мы после путешествий с художником Игорем Олейниковым просто вот написали вот эту книжку, вот такие вот медведи, такие всякие киты, чего там нет, всякие евражки, чего там только нет. Но это уже просто герои для мультиков. Да, 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 да. А это такая книжка-перевёртыш, да, так сказать. Вот с одной стороны неправильные сказки, а с другой стороны хулиганские стихи. Ух ты! Да, вот такая вот, да. Андрей, ну вот ещё один такой вопрос, наверное, профессиональный для тебя. Вот русский музей, понятно, что есть картина, и ты под неё пишешь стихи. Но я знаю, что ты увлекаешься, что ты иногда вот для многих художников, нынешних, современных, иллюстрируешь тоже их стихами, иллюстрируешь, их произведения. Это сложно? В принципе, любое искусство – это медитация. То есть ты видишь? Да, я думаю. Своими глазами ты видишь? Да, да, да. Это относится к камням, к любой картине, там, я не знаю, к небу. Ну, задумайся о букашке, о каком-нибудь. Как Чехов говорил, дайте мне пепельницу, я напишу рассказ. То есть нужно отключиться и переключиться на стихи? Да, да, да. Нет, надо переключиться на объект. А стихи – это уже вторично, да, так сказать. Ты же испытываешь чувства. У тебя что у нас есть? Что такое стихи? Это чувства и мысли. Больше там ничего нету. Слушай, вот давай тогда есть такое предложение. Сейчас очень модно слово «баттл». Но я знаю, что и раньше, еще давным-давно существовали поэтические баттлы, когда соревновались поэты. Я сразу говорю, я не поэт, но я знаю некоторые стихотворения. Давай вот просто по маленькому стихотворению, каждый, ну, так вот из трех, такой вот поэтический баттл в финале нашей программы. Ну, давай попробуем, если я вспомню коротенький. Да, коротенький. Ну, я начну коротенько. «Отгремело лето, 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 осень, осень, осень к нам пришла, осень, 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 а потом зима». Я начал. Ну, ну, хорошая, только рифма ушла зима, конечно. Зима, ну, там дела. Ну, слушайте, для этих баттлов это да, да. Ты следишь за рифмой, я смотрю. Я не слежу за ней, она не по ушам, она по ушам мне бьет. А пятно, увы, всегда пятно, пускай и светлое оно. А так, ветер по лесу гуляет, не дает покоя никому, маленьким цветочкам-незабудкам и большому дереву дубу. Здесь уже рифма есть. Да, дубу, никому, это просто... Все говорят, осел упрям. А ослик бы ответил нам, что он хороший, добрый, милый, когда его не тащат силой. А такое, пароход построим сами, самосвал построим сами, вертолет построим сами, самолет построим сами, а потом все это сами продадим, а деньги маме. Неплохо. Жизнь утверждающий. Да, да, да. А у Соньки были маленькие хорошие стихи, сабачки Соня написала. Там на букву А я помню. Ах, сколько маленьких собачек задавили все эти аф-аф-аф-аф-аф автомобили. Андрей, а вот утреннее что-нибудь такое вот у нас же... Это не мое, это Соня написала. Называется бутерброд. Бывает разный бутерброд. Есть утрброд и вечерброд, а также бутерброд ночной, особенно любимый мной, с колбаской, сыром, ветчиной, сосисками, селедочкой и все, что есть в холодильнике. Такой огромный бутерброд, что прямо не влезает в рот. По-моему, просто замечательно. Сегодня у нас в гостях с утра был писатель Андрей Усачев. Андрюш, спасибо тебе большое. Ну а вам, дорогие телезрители, оставайтесь на канале России. Приятного аппетита и не надо вот пультиком ничего делать. Смотрите Россию. Продолжение следует...